Комплекс ГТО набирает популярность. Завоевать золотой значок «Готов к труду» и обороне мечтает каждый школьник. А вот некоторые взрослые просто хотят проверить свою физическую форму и сдать нормативы. В первую очередь это я делаю для себя, потому что веду здоровый образ жизни, всячески пропагандирую это среди своих друзей и знакомых. Все участники при регистрации получили индивидуальные карты. Теперь сдать нормы ГТО они смогут в любом уголке страны. Все данные заносятся в единую базу. Узнать о своих успехах и продолжить сдавать упражнения можно в любое удобное время. С этими картами уже участники могут посещать различные уровни мероприятия не только в Одинцовском районе, но и также в Москве, в общем по всей России. То есть они приезжают, показывают свою карту и автоматом их уже регистрируют. Погода в этот день тоже была на стороне участников соревнований. В таких комфортных условиях гораздо легче было справляться со сложными упражнениями. Около каждого снаряда инструктор, который не только следит за правильностью выполнения задания, но и фиксирует наилучший результат спортсмена. Я пришла с своими одноклассницами и подругами. Я очень хорошо отношусь к ГТО. Это очень интересно, хорошо. Я очень надеюсь и хочу получить медаль, золотую медаль или хотя бы грамоту. Чтобы сдать ГТО в первую очередь нужна вообще выносливость очень хорошая, как выносливость зверя, воля к победе и все хорошие качества спортсмена. Кто-то только в самом начале пути к получению заветного знака ГТО, а для кого-то это испытание последнее. Скоро будут подсчитаны баллы и подведены итоги. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.